В эфире Город Эсс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Как говорил один из классиков, лето нужно обязательно как-то провести. Ну, желательно все-таки не как-то, а так, чтобы оно запомнилось надолго. Вон из офисов и производственных цехов. Морину или хотя бы дачи ждут. Как же уйти в отпуск и не прогадать с отпускными? Сколько дней отдыха положено разным категориям работников? Как правильно спорить с работодателем, если тот не отпускает на отдых? Об этом и обо многом другом поговорим сегодня. У нас в гостях Вера Николаева, государственный инспектор труда. Здравствуйте. Вера, скажите, пожалуйста, актуально ли обсуждение этой темы? Как вы считаете, на основе собственного опыта? Может быть, люди и так все знают, и им и так все понятно? Да, обсуждение данной темы достаточно актуально, особенно в период отпусков. К нам в инспекцию достаточно много обращений работников поступает по вопросам именно нарушения их трудовых прав в части непредоставления отпуска или несвоевременной его оплаты. Действительно, в период летних отдыхов, когда в соответствии с графиком отпусков у работодателя возникает очередность использования работниками отпусков, работодатель не предоставляет, что нарушает их права. То есть вопросов все-таки много, и разбираться в этом стоит сейчас. Да, конечно. Хорошо, мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон в нашей студии. Возможно, у вас тоже есть вопросы по вашему отдыху. Звоните, пожалуйста. Итак, от печки начнем плясать. Когда все-таки работник имеет право попросить или потребовать отпуск? Право на использование ежегодного основного отпуска возникает у работника на первом году работы по истечении 6 месяцев непрерывного стажа работы. Однако по соглашению между работником и работодателем данный отпуск может быть предоставлен до истечения этого стажа, 6 месяцев. Отдельным категориям работников работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск по их требованию. К данным категориям работников можно также отнести, например, работник, у которого супруга находится в периоде в отпуске по беременности и родам. То есть он может взять этот отпуск не отработав полгода. Также следует учесть, что все работники имеют право на отпуск. То есть это закреплено не только трудовым законодательством, но и Конституцией Российской Федерации. Работники имеют право на отпуск независимо, где они работают, в какой организации, вне зависимости от вида трудового договора, срока трудового договора, какую они работа выполняют. Если я вас правильно поняла, то полгода человек проработал, ему уже обязаны предоставить отпуск. Но на усмотрение работодателя это может и раньше произойти. Да, может быть и раньше. Хорошо. Наверное, одно из самых приятных прав – это право на отдых, да? Да, согласитесь. Ну, опять-таки, сколько полагается дней человеку дней оплачиваемого отпуска? Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Если же, например, работник откроет свой трудовой договор и увидит, что отпуск ему положен менее 28 календарных дней, то он должен знать, что это условие нарушает трудовые права. То есть это условие является недействительным, так как статья 9 Трудового кодекса у нас закрепляет о том, что условия, которые у нас отражены в трудовом договоре, не должны быть ухудшены, то есть по сравнению с условиями, которые нам устанавливает трудовое законодательство и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. То есть как бы работодатель не пытался уверить, что, например, 24 дня тебе положено? Да, то есть 28 это минимум. Но следует отметить, что помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска, также трудовое законодательство предусматривает предоставление работникам дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска. То есть отдельным категориям работникам еще также предусматривается предоставление дополнительного отпуска. Например, работникам, условия труда которых отнесены к вредным или опасным, то есть предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в течение продолжительностью 7 календарных дней. То есть работодатель может предоставить ему больше дней отпуска, то есть это может быть и 14, и 8, и 9, но минимум должно быть 7 дней. Также к другим категориям относятся работники, которым уставновлен режим рабочего времени ненормированный. Им за это предоставляется дополнительный отпуск в продолжительности 3 календарных дня. Здесь еще можно также отметить работников Крайнего Севера, им также предоставляется отпуска, и совмещающих работу с обучением. Также им предоставляется дополнительная отпуска. Вера, а как считаются вот эти 28 дней? Входят ли в них обязательно выходные или же праздничные дни? Так, праздничные нерабочие дни, значит, в отпуск не включаются, а выходные включаются. То есть вот так вот у нас считается. Но есть же категории граждан, у которых 28 дней на самом деле гораздо длиннее, не 28, а больше. Кому положен удлиненный отпуск? Удлиненный отпуск положен также особым категориям граждан, которые устанавливаются правительством, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации. Например, педагогические работники. Им может установлен быть отпуск продолжительностью от 42 до 56 календарных дней. Или медицинским работникам, там, тренерам. Вот, для них вот предусмотрен именно удлиненный отпуск. А также лицам, не достигшим возраста 18 лет, положен дополнительный отпуск удлиненный в количестве 31 календарных дней. Мы говорим про 28 дней, но сегодня вот существует на многих предприятиях такая практика, когда работник не уходит в отпуск на 28 дней, а берет, предположим, 2 недели, там, еще 2 недели. То есть делит отпуск на части. Вообще законно ли это? И есть ли какая-то норма тогда, сколько дней должна быть одна из этих частей? Да. В трудовом законодательстве допускается деление отпуска ежегодного оплачивания на части. Главное условие, которое должно соблюдаться работодателем, это, что одна бы, хотя бы одна из частей должна быть в количестве 14 календарных дней. То есть, например, работник, да, у него вот есть право на 28 календарных дней, он может взять 14 календарных дней, а остальные, значит, в соответствии с графиком отпусков, хоть там по дню в месяц. То есть это допускается. Ну, именно первая часть должна быть не менее 14 или это тоже не имеет значения? Любая, любая часть должна быть не менее 14 календарных дней. И как высчитывается срок, когда отпуск уже исчерпан, выбран, если человек там несколько раз берет частями, то с какого момента по какое считается вот эти 28 дней? Ну, год очевидно, да? Календарный год у нас исчисляется, ну, как предоставляется право работнику для использования отпуска. Вот календарный год начинается именно с момента поступления работника на работу. Вот это как бы в пространстве называется календарный год работника. Вот. Вы смотрите «Город С». Сегодня мы обсуждаем наше право на отпуск, кому отпуск положен, как договориться с работодателем, как получить оплату за отпуск. В нашей студии Вера Николаева, государственный инспектор труда, и у нас, конечно же, работает телефон прямого эфира 202-11-22. Если что-то непонятно, вы можете задавать вопрос и звонить к нам в студию. Вера, ну, отпуск на большинстве предприятий предоставляется по графику. И очень часто сотрудников просят заполнить график и написать, когда он планирует пойти в отпуск. И вот здесь часто возникают вопросы, как нужно составлять его. Нужно писать точные даты. Или же достаточно написать просто месяц, когда ты желаешь пойти в отпуск. Ну, прежде всего, график отпусков обязателен как для работников, так и для работодателя. Даты, которые туда вносятся, они согласовываются между работником и работодателем, чтобы было удобно, значит, работать с обеим сторонам. И, конечно же, нужно указывать именно конкретные даты, так как это зависит от многих факторов, в том числе от оплаты, от планирования работы. Конечно, указываем конкретные числа, когда мы хотим там отпуск, от начала до конца. Ну, а предположим, вот сегодня отпуск – это понятие достаточно дорогое для большинства из нас. И, конечно же, люди стараются, ну, например, купить какую-то выгодную путевку. Она бывает горящей. И кто его знает, когда она будет, эта путевка? Вот написал человек, что он с 15 августа в отпуске. А путевку ему предложили в другое время. Вот. Какие правила существуют по перенесению сроков отпусков? Перенесение сроков отпусков у нас осуществляется также по согласованию между работником и работодателем. Например, в данном случае, да, вот когда человек там путевку, да, заказал, он может на имя работодателя написать заявление о перенесении ему отпуска, то есть вперед или назад. Вот. А работодатель, в свою очередь, вносит изменения приказом, да, предоставив ему отпуск в те даты, которые желает, значит, предоставить, чтобы ему, работнику. Тем самым, то есть трудовое законодательство этой части нарушено не будет. Ну и отказать работодателя вправе или же нет? Да, вправе, конечно же, ему отказать, вот, учитывая, что заранее, как бы, все обговаривалось уже между работником и работодателем. Вот. Ну, здесь на практике все идет вот именно по согласованию. Скажите, пожалуйста, в каких случаях возможен отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска? Такая практика существует, насколько мне известно. Да, там, главное условие должно быть это письменное согласие работника на отзыв его из отпуска. Не допускается отзывать из отпуска некоторых категорий работников, таких как лиц, не достигших возраста 18 лет, беременных женщин и работник, занятых на работах средными и опасными условиями труда. Если вы, например, работодатель отозвал работника из отпуска, и он попадает в вышеперечисленную категорию граждан, и он на это дал письменное согласие, все равно это будет нарушение трудового законодательства, причем грубое. И при выявлении контролирующим органами данного нарушения он будет привлечен к административной ответственности. Вы сказали по желанию работника, но если работник не входит вот в эту категорию последнюю из названных, но из отпуска он выходить не желает, не согласен, что делать в этой ситуации? Работодатель? А работодатель? Нет, работодатель предлагает ему выйти из отпуска досрочно, работник не хочет. Как здесь, на чьей стороне закон? Значит, работник имеет право не выходить, потому что против его согласия, без наличия его письменного согласия, то есть отзывать его из отпуска работодатель не имеет права. Скажите, пожалуйста, может ли человек сам рассчитать сумму положенных отпускных? По-моему, это достаточно сложно. Сколько будет ему причитаться? Какая выплата за отпуск? Да, значит, сумма отпуска рассчитывается в связи с требованием, которые установлены по постановлению правительства Российской Федерации о расчете среднего заработка. Он может, но, мне кажется, лучше всего это сделать квалифицированному специалисту, кто знает эту методику расчета отпуска. То есть простой работник, который не владеет знаниями расчета, он может почитать неправильно. Поэтому может обратиться на работу или к знающему специалисту, чтобы ему помогли рассчитать сумму отпуска, если он сомневается в достоверности сведений. Да, если он прямо не согласен, не ту сумму он рассчитывал получить за отпуск. Ну, конечно, он сам может, но не факт, что это будет правильно. Существуют ли какие-то сроки, когда работнику должны выплатить отпускные? Да, существуют. Значит, частью 9 статьи 136 ТК установлено, что оплата отпуска выплачивается работнику не менее, чем за 3 календарных дня до даты начала отпуска. Вот, при том важно, чтобы работодатель уведомил работника о начале его отпуска не менее, чем за 2 недели до его начала. В случае, допустим, если работодатель нарушит данный срок, то есть либо не оплатит его, либо с нарушением срока выплатит данный отпуск, то у работодателя с первого дня задержки оплаты отпуска сразу возникает материальная ответственность в соответствии с статьей 236 ТК. Когда за каждый день задержки он должен выплатить работнику денежную компенсацию. А кто и как должен сообщить об этой ответственности? Ну, работодатель не выплачивает, а работник молчит. И что, собственно, происходит в этой ситуации? Ну, первоначально, значит, советуем работнику обратиться к работодателю напрямую с просьбой о том, чтобы его права восстановили, ну, начислили компенсацию. Если же работодатель не идет навстречу, игнорирует просьбы работника, то обращаться в соответствующие органы, в том числе и в Государственную инспекцию труда. То есть любым удобным для него способом. Это почты России, электронные почты, прийти на прием граждан, получить консультацию и по другим тоже вопросам. И тогда на основании обращения работника в отношении работодателя, его организации, будет проведена проверка. Если факт нарушения подтвердится, то работодателю будет выдано обязательное для исполнения предписание о обостранении выявленных нарушений. Вот, тем самым, ну, как, мы обязуем работодателя, да, выплатить данную денежную компенсацию. И тем самым трудовые права работника будут восстановлены. А скажите, пожалуйста, все-таки, с какими жалобами чаще всего обращаются к вам? Вот, какие нарушения со стороны работодателя наиболее частые? Так, в части отпуска, да? Да, в части отпуска. Конечно же, прежде всего, это оплата отпуска. Как нарушения своевременной оплаты отпуска, так и бывают случаи, когда работодатель, ну, вообще не оплачивает отпуск, игнорирует, да, работников. То есть, вот это самые частые случаи, когда к нам обращаются работники. То есть, особенно вот в период отпусков, летом, прям работники приходят с жалобами и просят нам помочь их прийти к работодателю, объяснить, что это нарушение трудовых прав и восстановить их нарушенные права. Вот, а в целом нарушения, да, какие вот частые обращения работников, которые нам поступают, и также оплата труда, вот, установление режима рабочего времени, дисциплинарное взыскание, увольнение. Вот эти вот все такие самые частые проблемы, по которым нам обращаются работники. Всегда ли удается восстановить справедливость с той точки зрения, с точки зрения обратившегося к вам человека? Бывают разные случаи, ситуации бывают разные, да. В случае, если даже мы там не достигли, да, чего-то или не добились результата от работодателя, вот, работники у нас обращаются в суд, также за защитой своих трудовых прав. У некоторых даже, ну, в суде посредством обращения в суд получается также восстановить свои трудовые права, но у некоторых не получается. Ну, в большинстве случаев, да, конечно, такой вот, как сказать, такая складывается картина, что все-таки работники, они добиваются, они настаивают на своей цели, они добиваются в восстановлении своих нарушенных прав. Главное не полениться, да, и иметь какую-то волю и терпение, конечно. Конечно. Мы работаем в прямом эфире, это город С, сегодня мы говорим о том, как правильно пойти в отпуск, как получить свои законные отпускные деньги, как договориться с работодателем. На наши вопросы сегодня отвечает Вера Николаева, государственный инспектор труда. У нас есть еще немного времени, и вы можете позвонить к нам, 202-11-22. Вера, я хочу вернуться к вопросу, который я вам уже задавала по поводу отказа работника выйти досрочно из отпуска. Вот его отказ может считаться нарушением трудовой дисциплины? Нет. Так как трудовое законодательство установлено иное, то есть если он не согласен, его нельзя отзывать от отпуска, поэтому это не будет являться нарушением трудовой дисциплины. Даже если работодатель это пропишет в его должностной инструкции или в правилах внутреннего трудового распорядка, то это будет противоречить нормам Трудового кодекса Российской Федерации, и поэтому нельзя применять к работнику меры наказания. А когда в праве работодатель отказать в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска? И вообще есть ли такое право? Так, в праве отказать? Ну, пришел человек, принес заявление на отпуск. Не подписан. В праве отказать, когда он просит отпуск в тот период, когда работодатель, то есть он с работодателем не согласовывал данный период, и работодателю неудобно. То есть он не может, нет возможности ему предоставить данный отпуск. В этом случае он может ему отказать в предоставлении отпуска, так как ни графиком отпусков, ни иным другим документом его вот этот вот отпуск не запланирован, не предусмотрен. Поэтому отпуск надо планировать заранее, извещать работодателю. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня отпуск до 6 июня. А с 1 июня я на больничном. Как быть? Эти 5 дней будут продляться? Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. В случае, если в период нахождения работника в ежегодном основном оплачиваемом отпуске он заболел, то есть у него открывается больничный лист, то по закрытию этого больничного листа он имеет право предоставить больничный лист этот работодателю, написать заявление с просьбой о продлении его ежегодного оплачиваемого отпуска на то количество дней, которые он болел. То есть, да, действительно, отпуск будет продлен. Мы сейчас с вами говорили о ситуациях, когда работодатель отказывает человеку возможности пойти в отпуск. Но бывают случаи совершенно обратные, и, наверное, сегодня они достаточно часто, когда насильственным образом работодатель говорит «отправляйся в отпуск». Как в этой ситуации закон распоряжается? Да, действительно, в последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что работники, да, казалось бы, странным, не хотят просто идти в отпуск. Там годами не идут, их заставляют. А в данном случае все-таки работодателю нужно предпринять все меры, чтобы работник все-таки пошел в отпуск. То есть нельзя, важно помнить, что особенно вот непредоставление отпуска в течение двух лет подряд или просто непредоставление, то есть это очень нарушает трудовые права работников. И когда работник отказывается, нужно издать приказ, то есть принудить работника хотя бы приказом. А приказом это правомерно отправить человека в отпуск? Да, то есть работник должен пойти в отпуск, он должен отдохнуть, набраться сил. То есть у работодателя есть обязанность предоставить, а у работника, то есть воспользоваться этим отпуском. Поэтому всеми возможными доступными способами рекомендуем работодателю все-таки отправлять работников в положенный законный их отпуск. Иными словами, если человек долгое время не ходит в отпуск, то у работодателя просто-напросто будут проблемы законодательного характера, правильно? Ну, не всегда, конечно. Не предоставляет, но не всегда. Да, просто если работник вдруг обратится в контролирующие органы, то здесь уже будет стоять вопрос об ответственности. Ну, как же он обратится? Это же он не идет. Его прям насильно отправляют. С завтрашнего дня вы в отпуске. Так можно сделать? Ну, не с завтрашнего дня, а в соответствии с графиком отпусков, который утверждается за две недели до наступления календарного года. Да, если вне графика. Правомерно это или нет? Начальник вызывает вас и говорит, Вера, с понедельника вы в отпуске. Как хотите. Вы говорите, мне не нужен отпуск. Он говорит, нет, вы в отпуске. Что? Что здесь говорит закон? Такие случаи, я думаю, наверное, вам известны тоже. Да, да, да. Особенно когда у работника накопилось уже достаточно такое количество дней, то есть работодатель вправе сказать то, что вот у нас есть трудовое законодательство, пожалуйста, идите в отпуск. То есть я обязана вам предоставить. Да, это будет правомерно. И вы пойдете? Я с удовольствием пойду. Хорошо, ну а можно все-таки не пойти в отпуск и получить компенсацию за это время, продолжать работать? Ну в любом случае основной ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней должен быть использован работникам по мере назначения, да, то есть он должен отгулять эти 28 календарных дней. То есть бесполезно требовать, что я возьму деньгами и в отпуск не пойду. Так как мы уже говорили с вами об удлиненных и дополнительных отпусках, вот что свыше 28 календарных дней, то работодатель, то есть может по письменному заявлению работника, то есть заменить эту часть отпуска неосновного денежной компенсации. Такое возможно. Как и до отпуска, так и после. А в случае, если работник напишет заявление до предоставления ему отпуска, значит то он отгуливает этот отпуск, вот, и днем увольнения считается последний день отпуска. Вот, то есть он может воспользоваться таким правом. Вот, и в последний день отпуска, то есть в день увольнения работодатель обязан произвести с ним расчет при увольнении и выдать трудовую книжку. У нас есть еще звонок от зрителей, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос. У меня такой вопрос. Я работаю по графику 2-2. Когда сменщик уходит в отпуск, меня заставляют за него работать. Промерно ли это? Спасибо. Правомерно, в случае, если работодатель правильно оформит поручение дополнительную работу нашему зрителю за отсутствующего работника. То есть, если вам поручают дополнительную работу на время отсутствия основного работника, то это должно быть оформлено приказом работодателя. Также в этом приказе работник должен ставить отметку, что он согласен с поручаемой ему работой. И эта работа должна быть обязательно оплачена в соответствии с статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации. Если он не согласен? Если он не согласен, то поручаемой ему работой, то есть, им не должна выполняться. То есть, это будет неправомерно. То есть, против воли работника заставлять его работать за другого отсутствующего работника нельзя. Правильно я поняла, что человеку, который сейчас звонил нам, мы говорим, если вы хотите выполнять эту работу, пожалуйста, выполняйте, она будет оплачена. Если вы против, то вы имейте возможность этого не делать. Да, конечно, отказаться. Хорошо. Вера, а что все-таки делать человеку, если его права нарушены? Если работник считает, что его права нарушены, в первоначальную очередь он должен напрямую обратиться к работодателю, обсудить с ним все проблемы. Если какого-то соглашения не будет или понимание достигнуто, он может обратиться в контролирующие органы в соответствующие, да, за консультацией или им подать обращение. Да, вот. И тогда уже контролирующие органы будут исполнять. А контролирующие органы что вы имеете в виду? Куда он должен соответствовать? В соответствующие органы, да, вот по защите нарушенных трудовых прав он может обратиться непосредственно к нам в трудовую инспекцию, да, в суд и в прокуратуру. Там он также может получить консультацию, написать обращение на нарушение трудовых прав, которое будет рассмотрено в обязательном порядке. И по результату рассмотрения ему будет направлен письменный ответ. И ответ будет на все поставленные вопросы, которые он задает организации, там, инспектору. То есть у него как в сказке три пути, да, налево пойдешь в суд, прямо в прокуратуру, направо в инспекцию труда, предположим. Хорошо. Ну, а вот у вас лично существуют какие-то инструменты для наказания работодателей? Вот вы выявили, что законодательство нарушено. И что? Да, значит, мы проводим проверки. В случае, если в процессе проведения проверки мы выявляем нарушение трудового законодательства, естественно, мы по факту нарушения возбуждаем дело об административном правонарушении, протокол. Вот. И при рассмотрении дела мы учитываем все обстоятельства, при которых было совершено административное правонарушение и назначаем наказание. Давайте попробуем сейчас еще принять один звонок. Человек ждет с вопросом. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в настоящее время работаю на должности ведущего бухгалтера. С 1 июля 2016 года меня уведомили о том, что меня переводят на должность бухгалтера в связи с введением профстандартов. А предусматривают ли профстандарты приставку ведущей? Работодатель говорит, что нет. Да, спасибо, Вера. Отвечать будем коротко. Уже у нас осталось немного времени. Да, коротко, потому что действительно вопрос с профстандартами сейчас довольно-таки не раскрыт. Это нововведение, как уже отмечал заявитель. Да, с 1 июля 2016 года вводятся профстандарты. И я думаю, для этого вопроса работнику обратиться лучше к нам, чтобы мы конкретно детально обсудили этот вопрос и правильно ответили на данный вопрос. Тогда можно будет уже на самом деле обстоятельно разобраться. Вера, спасибо большое за то, что ответили на мои вопросы, вопросы наших зрителей. Ну, собственно, право на отпуск – это важнейшая гарантия надлежащей реализации трудовых прав работников. И поэтому всем нашим зрителям, и работодателям, и работникам желаем приятного отдыха. Увидимся в городе ЭС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова